Рокот, ты посвятил свою победу своей любимой девушке и ты сказал, что она борется с раком. Можешь подробнее рассказать про эту ситуацию? Рокот, я дедикую победу вашей женщине. Вы говорили, что она борется с раком. Можно сказать несколько слов о этой ситуации? И это больше мотивировало тебя или наоборот? Тебе было тяжело? Она не мотивировала тебя больше. Было тяжело для тебя, потому что ты знал, что любовь очень больная. Да, это моя мама. Она у нее был раком. И она сейчас в ремиссии. Моя мать, у нее был рак груди. Сейчас у нее ремиссия. Сейчас это стаж 4, внутри ее головы. Так что это не больше борется против канцера. Больше борется против первого раза. Сейчас это уже рак четвертой степени. Он уже в костях. Это уже не борьба с раком, а борьба со временем. Я просто пытаюсь выигрывать бои и зарабатывать деньги. И потом ее уберу. И готовить время. Скажи о боях. Насколько ты доволен этим боем, доволен ли ты результатом? Как ты рады с тем, как вы победили? Как ты рады с результатом? Конечно, победа победа, но Рамзан гораздо тяжелее, чем я ожидал. Победа победа, но Рамзан гораздо сильнее, чем я ожидал. Так что он не так тяжелый, как я думал. Я просто думаю, что я один из лучших борьбов в мире. И Рамзан – это человек, который легко победит людей в топ-15. Я просто думаю, что я лучше, чем эти ребята. Ну, дело не в том, что я ожидал, что он будет слабее. Он очень сильный боец. Он с легкостью может бороться с топ-15 в мире. Но я очень уверен в своих силах, и поэтому не удалось победить. Никто не пришел в России, чтобы бороться с Рамзаном. Никто не приезжает в Россию, чтобы бороться с Рамзаном. Рамзан показал что-то на руки судья. Он сказал, что это было, и понял ли ты. Рамзан был в руках, что-то жестоколирует. Ты видел это? Ты понимаешь, что это было? Я слышал, что он говорил о Василине. Это все, что я слышал, что он говорил о Василине. Ты считаешь, что это было? Или ему показалось? Ты думаешь, что это просто его мгновение? Нет, я был в руках. Я делал Василину все вокруг моего тела, поэтому он не мог бы меня уйти. Ай, ну я просто не терял Вазилине, чтобы он не мог меня свалить. Это шутка, естественно. У Рамзана и Имеева была очень длинная победная серия. Это большое имя в UFC, сильный соперник. Если сейчас кто-то с кем ему хочется подраться, может ли он назвать имя новое? Я думаю, что Рамзан имеет большую победу. Он очень тяжелый соперник. Он очень тяжелый соперник. Так что ты имеешь в виду как следующий соперник? Да, Рамзан очень тяжелый. Я думаю, что он может быть на верхнем велосипеде. Он просто должен решить его виза. Чтобы он может быть в Америке. Рамзан очень сильный боец. Он точно может быть сильнейшим в своей весовой категории. Он должен просто разобраться со своей визой и приезжать в Америку. И я думаю, что Никол Прайс это следующая опция. Если они не дадут кого-то из топ-15, то Никол Прайс, я думаю, что он должен быть в топ-15. И я думаю, что я просто в топ-15 файвер. Никол Прайс очень хорошая опция. Да, если мне не дадут кого-то из топ-15, то Никол Прайс, я думаю, что я тоже на пути в топ-15. Энтони, насколько сложно было провести бой в России, прилететь в чужую страну, можно сказать? Да, это тяжело было бороться в России, чтобы приехать в другую страну. И в будущем, где бы ты хотел проводить поединки? Может быть, поближе к дому, или наоборот, в дальних странах? Я бы хотел бороться в будущем. Может быть, ближе к дому. Или на дорогах, где ты никогда не был? Нет, я бы хотел вернуться. Я люблю Россию. Я тренинусь с большими русскими. И они мои любимые партнеры. Они любят тренироваться. Они любят тренироваться в гим. Два раза в день, каждый день, и они работают на то, что. Я вернулся в гим. Мои любимые партнеры – это русские. Я люблю тренироваться с ними. Дважды в день, каждый день они приходят, вне зависимости от того, что бы не произошло. И это так, что я сказал Рамазану, после борьбы, это было не бездорище, когда я встал в там, прямо сейчас он подвесил, я придерживался в этом бою, давайте начнемся этот Корб в этой борьбе и расправляться с ним. Что я сказал Рамазану, что все, что я говорил – это не уважение, это просто для того, чтобы разогреть Зал. Чтобы действительно зажечь Зал. У тебя был поединок с Дэмианом Майей, когда ты проиграл? И когда ты проиграл? Ты проведешь Дамья с матчей Майейом? И как ты изменился после этого боя, учитывая то на каком уровне Майя и сейчас, учитывая его выступление? Я думаю, что Майя был вzymк и был на улице не тратить его. На третий раунд я его поднял, я его поднял на руках. Я просто провел эту борьбу с Рамазаном, понимая, что я действительно верю в топ-10 борща в мире. И я думаю, что, если я просто бороться на мою борьбу, и концентрироваться на то, что я буду делать, я могу победить всех в мире. И скажи еще немножко про свой вес. Ты не слишком большой полусредний вес. Не было ли мысли спуститься в легкие, потому что мы знаем, что в UFC гоняют больше 20 кг очень многих левкалейцев. Итак, пару слов о весе. Ты не очень большой для веса. Ты не понимаешь? Ты думаешь, что Сава будет меня кушать? Ты не понимаешь? Ты думаешь, что Сава будет меня кушать? Нет, я не буду кушать. Я не буду кушать. Наверное, я весу 175-176 кг. И сейчас вес не будет. И вес не будет победить. Я просто буду кушать и буду кушать в мире. И мы увидим, что случится. Но я никогда не буду кушать 55 кг. Я скажу так. Но если Сава не будет, что это может быть. Это возможно. Да, посмотрите. Все возможно. Вы что, шутить сейчас? По срокам возвращения, когда бы хотел провести следующий бой, и может быть предпочтение есть, в какой стране, где? Я буду кушать где угодно. Уфси мне позвонили, сказали, хочешь поехать в Россию? Я сказал, давайте подпишу. И я не подпишу борьбы. Я взял эту борьбу с Дэмианом. Классный борьба. Бум. Они сразу предлагали мне борьбу в Россию. Не против Рамазана, а против кого-то. Я взял эту борьбу. И я думаю, что я буду продолжать борьбу. Когда ты думаешь, что ты лучший борьб в мире, ты борьба с любым. Что нового ты узнал о России, и что тебе понравилось в нашей стране? Какие новые вещи ты узнал о России, и что тебе понравилось в России? Я пока не многое успел увидеть, но я здесь до понедельника, поэтому завтра собираюсь поздравить. Просто прощательница, Красная площадь, русская водка. Если я не ошибаюсь, я только что сказал, что ты любишь тренироваться с русскими. Можешь назвать имена с кем ты тренироваешься? Ты говоришь, что ты любишь работать с российскими партнерами. Можешь назвать название людей, которые ты тренировал? Да, Магомед. Для ПФЛ-чемп, я много тренировался с ним. Магомед, я немного тренировался в Флориде. Можешь назвать название. Рустам, я был в Рустам-Кабалове. Рустам-Кабалове. У меня плохая память на имена просто, да. И то же самое. Я продолжаю идти и дальше. Есть еще два хороших русских. Я забыл их имена. Еще два отличных русских. Сейчас забыл их имена. Магомед и Магомед Кирилл. Они являются друзьями Рамазана имела. И эти два, которые вы говорили, Магомед Кириллов, они друзьями Рамазана имела. Я думаю, что все русские вместе с ним. Я думаю, что русские все любые болезни. Я застал в Тайгер и все русские думали, что мы начали тренироваться. Но, как я сказал, в Тайгер все русские. Если вы можете смотреть мои борьбы, я делаю все же. Я буду выходить, если я победил, я буду продолжать. Если я победил, я буду продолжать. Если я потеряю, я буду пытаться борьбу на грунт. Ну, я придерживаю свои планы. Если вы посмотрите... Мой план никогда не меняется. Ты сейчас перечислил несколько россиян, с которыми ты тренируешься. Получается, с нами же в зале тренируется Колди Ковингтон, которого... Ты представляешь, что русские, которые вы тренировали. Но, в то же время, в джеме, у вас есть Колди Ковингтон. И испытываешь ли ты такое же отношение к нему, как у этих парней? И у вас есть самая аттитута к нему, как у этих парней? Я перечислился к Аттану, сейчас. Я с Дуглас Лима, Диего Лима, Чикао... У нас есть Дуглас Лима, Диего Лима, Чикао... У нас есть Рома, Рома, Рома. Я не буду в Коконат Крик, пока. Я не буду в Коконат Крик, пока. Я думаю, что Колби просто немного оторвается. Я думаю, что это не его реальные думания. Он просто говорит о том, что он будет употреблять всех. Он будет продолжать об этом говорить, он будет продолжать говорить самые сумасшедшие вещи, которые он может произвести. Но он выйдет в бою, и я думаю, что он будет выбирать Усмана, и он будет победителем. Он приходит и каждый раз проводит бои, и если так продолжится, то... И тот, кто будет чемпионом, за ним я и буду гнаться. Энтони, сейчас ты немного производишь впечатление о плохого парня. Скажи, какой ты в жизни или, может быть, ты на самом деле честный, то есть да, какой в UFC, такой в обычной жизни. Так что сейчас ты делаешь впечатление о плохом парня. Так что скажи, что ты в реальной жизни, или ты так же в UFC и в реальной жизни? Я думаю, в реальной жизни, я много говорила, что ты делаешь на плохом парня, но это более приятный. Даже в этом, я просто пытаюсь сделать это ампт, и уйти, 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 уйти. В жизни я тоже люблю много... Треша говорить, да? Но на самом деле я это делаю просто для того, чтобы вовлечь аудиторию, чтобы разобраться. Мои шит-такси, это приятный шит-такси. Так что если я называю тебя п***, это не как я называю тебя п***си, я просто говорю, что ты п***си, давайте начнем эту шит-такси. Ну да, это мой треш-так, если я называю кого-то, что эти трусишки... Трусишка это просто для того, чтобы завести толку. Я называю Брак мою б***ь все время. Я называю Майсочка все время. Ну, Брак, это моя основная ежка с первого дня. Брак, это моя основная ежка с первого дня. Спасибо. Спасибо, ребята. Спасибо, ребята. Спасибо, ребята. Спасибо. Спасибо, ребята. Спасибо, ребята.